Церемония закладки первого углового камня, проведенная его божественной милостью Аче Бхактивиданты с вами Прабхупадой 23 января 1975 года в Бамбее. Вы можете принести сюда стул. ПРАВИТТИНЧА НИВИТТИНЧА ЯНАНА ВИДУРАСУРА НА СОЧАНГ НАПИЧА АЧАРА НА САТТЯНК ТЕСУ АВАСТВИТА АСАТТЯМ АПРАТИСТЯНКТЕ ЯГОДАХУ АНИСЬЯРАМ АПАРСПАРА САМБХУТАМ КИМАННА КАМАХАИТИКАМ ИТАНГ ДРИШТИМ АВАСТАВВВЯ НАСТАЯТМАНА АРПАБУДДХАЯ ПРАБАБАНТИ УГРАКАРМАНА ЧАЙАЯ ЯГОДАТА АХИТА Мы говорили о промышленности. Бхагавад-гита называет промышленность урякармой. Угра-кармой. Угра-карма значит «ужасная деятельность». Для поддержания жизни у нас есть потребности. Ахара-нидра-бхая-майтунам – это главные, основные потребности материального тела. В этом отношении Кришна сказал, «Анна – это зерна, злаки, нам они нужны». Хлебные злаки мы можем очень легко получать благодаря сельскому хозяйству. В другом месте Кришна говорит, «Криси-гура-кша-бани-джам-байса-карма-сабхавады». Мы можем выращивать достаточно зерна для нашего существования. И во всем мире достаточно земли. Я путешествовал по всему миру по меньшей мере 14 раз за последние 8 лет. Я объехал весь мир вдоль и поперек. Я видел, что есть достаточно земли. Особенно в Африке, в Австралии, в Америке. И мы можем производить столько зерна, благодаря которому можно с легкостью накормить население в 10 раз больше, чем нынешнее. Дефицитов пищи нет. Но проблема в том, что мы разделили весь мир. Это моя земля. Кто-то говорит, «Америка — это моя земля, Австралия — это моя земля, Африка — это моя земля, Индия — это моя земля». Вот это «моя» и «я». И это называется иллюзией. Я и мое. Я — тело, и это моя собственность. Это называется иллюзией. И эта иллюзия, если мы стоим на этой платформе иллюзии, то мы не лучше животных. «Го» значит «корова», «кара» — это «осел». Секла отождествляет себя с телом, Ахамма Метти. Мне лучше этих ослов и коров, то есть животных. И вот что происходит. Я не буду отнимать у вас много времени, но я постараюсь убедить вас в том, что есть цель этого движения сознания Кришны. Целью этого движения сознания Кришны является спасение человеческого общества от превращения в животных, в коров и ослов. В этом задаче движения. Люди построили свою цивилизацию, как говорится в «Бхагавадгите». Цивилизация животных, асурическая цивилизация, начинается с «Правритимча, невритимча, джанана, видхур, асура». Цивилизация асуров, демонов, такова, что они не знают, в какую сторону им двигаться, чтобы достичь совершенства в жизни. «Праврите и неврите, каким путем пойти, благоприятным или неблагоприятным?» «Все знают, для меня это хорошо, а это для меня плохо». Асура-джана, те, кто имеют демоническую природу, не знают этого, что для меня хорошо, а что для меня нехорошо. «Правритимча, невритимча, джанана, видхураса, на савучанга, на пичатга». «Нет чистоты, нет подобающего поведения, и нет истины в их жизни. Это асуры». Мы много раз слышали. Цивилизация асуров, демоническая цивилизация. И вот с этого начинается. «Янана, бидхурасура, на савучанга, на пичачара, на саттанг тесу аву». «Саттанг, нет истины». И совершенная жизнь — это жизнь Брахмана. «Саттанг шаучанг тапо». То есть начинается все с саттанг. Но жизнь асуры — это отсутствие сати, отсутствие истины. И вот эта совершенная жизнь в человеческом обществе — это Брахманы. То есть это саттям, шаучанг тапо, титикша, арджава, астикиам, гьяна, дикьянам. Это совершенная жизнь. Итак, наше движение сознания Кришны призвано создать вот этот идеальный класс людей, идеальных людей, со всеми этими качествами — саттям, шаучанг тапо, шамах, дамах, титикша. Это божественная цивилизация. И Индия может дать эту божественную цивилизацию всему миру. В этом особое привилегие и Индии. Потому что в других странах, за пределами Индии, они почти асуриджана. И угрокарма, промышленность, и другая угрокарма — все это пришло из западных стран. Но таким образом люди никогда не станут счастливыми. Это подробно объясняется в 16 главе Бхагавадгиты. Душпура, акангша, их желание никогда не будет удовлетворено этим материальным прогрессом. Они не знают этого, они забывают. Итак, мы выбрали Бомбей. Бомбей — это лучший город, самый продвинутый город в Индии. Лучший город в Индии. Люди тоже очень хорошие, склонные к религии, состоятельные. Они могут приобщиться к каким-то хорошим вещам с легкостью. Поэтому я пожелал основать этот центр в Бомбее для того, чтобы распространять это движение сознания Кришны. Хотя в своих усилиях я столкнулся с множеством препятствий. Тем не менее, в конечном итоге, это дело Кришны, и оно станет успешным. Итак, сегодня первый камень, угловой камень, был заложен еще два года назад. Но мы столкнулись с множеством препятствий со стороны Асурикджана. Но сейчас, так или иначе, мы испытали облегчение от всех этих препятствий. И мы проводим эту церемонию в этот благоприятный день, церемонию закладки первого камня. И я очень рад, что вы присоединились к нам. Итак, эта миссия очень авторитетна. Миссия эта составляет обширную разнообразную деятельность. Поэтому я прошу жителей Бомбея, особенно тех, кто являются нашими членами, «Пожалуйста, активно участвуйте в том, чтобы сделать это общество очень успешным в Бомбее». Итак, здесь присутствует множество уважаемых людей. Все, что мы делаем, мы делаем не по собственной прихоти, не исходя из собственных домыслов. Все это авторитетно и соответствует стандарту Бхагавадгиты. Наше нынешнее движение основано на Бхагавадгите. Бхагавадгите, как она есть. Мы не истолковываем ее. Мы не даем глупых толкований. Я намеренно произнес это слово «глупых». А зачем нам интерпретировать слова Кришны? Я что, выше Кришны? Или неужели Кришна оставил какую-то часть, чтобы я мог объяснять ее своими интерпретациями? Тогда в чем важность Кришны? Если я отдаю свои интерпретации, считая себя выше Кришны, это оскорбление. Как я могу превзойти Кришну? Если мы действительно хотим воспользоваться благами этой Бхагавадгиты, то мы должны принимать Бхагавадгиту, как она есть, как это делал Арджуна, услышав Бхагавадгиту, Арджуна сказал, «Я принимаю все слова, мой дорогой Кешава, все, что ты сказал, я принимаю целиком и полностью их все без изменений». Вот так он понимал Бхагавадгиту. А если человек говорит, «Я пользуюсь Бхагавадгитой и даю свои глупые толкования ей, чтобы люди принимали мою философию», это не Бхагавадгита. Не может быть и речи о том, чтобы давать толкование Бхагавадгите. Толкования позволены тогда, когда вы не можете понять, когда все ясно, понятно. Если я говорю, «Это микрофон», все понимают, это микрофон. Зачем давать толкование? Нет необходимости. Это глупо. Это сбивает людей с толку. В Бхагавадгите не может быть никаких толкований. Там все ясно, все четко. Как, например, Бхагаван Кришна говорит, «Кришна не говорит, что вы все останьте саньясией и перестаньте исполнять свои обязанности». Нет, Кришна говорит, «Оставайтесь тем, кем вы являетесь, продолжайте делать свое дело, свою профессию». Нет, необходимости менять это. Но при этом станьте сознающими Кришну и сделайте свою жизнь успешной. Это послание Бхагавадгиты. Бхагавадгита не нарушает общественного порядка или духовного порядка. Нет. Все должно быть стандартизировано согласно авторитету. И лучший авторитет — это Кришна. Так что сделайте этот центр успешным. Уважаемые люди Бомбеи, у нас есть очень хорошее место. Мы строим здесь, чтобы вы могли приезжать сюда, оставаться здесь хотя бы на выходные, если вы останетесь, все те, кто пожилые, дамы и господа, они могут приезжать сюда. Оставаться здесь у нас достаточно места, но постарайтесь организовать эти принципы Бхагавадгиты по всему миру. И это будет дар Индии. Чайтанна Махапрабху желал, чтобы каждый, кто родился в Индии, человеком, не кошкой и собакой. Кошки и собаки не могут участвовать в этом или приносить благо другим. Он сказал, «Бхарат-бхумите-мануся-жанма-хайлая-жа, жанма-ш-хар-тхак-кари-каро-паропху-ка». Каждый, кто родился человеком в Индии, Бхарати-бхуми, прежде всего, сделайте свою жизнь успешной, поскольку у вас есть стандарт, вы знаете, как сделать свою жизнь успешной. Вот, Бхагавадгита, постарайтесь постичь ее, сделать успешной свою жизнь, и затем распространяйте это послание по всему миру. Это Парупхакар. На самом деле, Индия и индейцы, их миссия Парупхакара, мы не должны эксплуатировать других, это не наша миссия. В действительности это и происходит. Все уезжают из Индии, они едут туда, чтобы эксплуатировать, но впервые сейчас Индия дает что-то тем, кто живет за ее пределами, духовное знание. Мы можем убедиться в этом. Мы даем, мы не берем. Мы не отправляемся туда, чтобы собирать подачки. Дайте мне пшеницу, дайте денег, дайте то, это. Нет, мы даем что-то очень важное, и они чувствуют себя в долгу. Иначе, почему эти молодые люди, юноши и девушки, они так привлекаются этим движением сознания Кришны, они чувствуют что-то, что они что-то существенное получают здесь. Так что, у этого есть очень хороший потенциал. Они не чувствуют, как американцы, или канадцы, или австралийцы. Мы тоже не чувствуем себя индийцами. На духовном уровне мы все одинаковы. Это истинное образование. Даже великий политик, Чанаке-пандит, говорит, матри-ват-парадар-ешу, парадар-бешу-ло-штава, аат-ват-сарва-бху-те-ешу, я-паш-сати-са-пандит. Итак, это великая культура, Бхагавадгита, как она есть. И ответственные, дамы и господа, присутствующие здесь, сделайте этот центр, очень успешным. И приходите сюда, изучайте Бхагавадгиту, как она есть, не давая глупых толкований. Я снова и снова говорю это слово глупых, потому что вообще не нужны эти толкования. Все ясно с самого начала. Дхармакхетри Курукхетри Самови Таджи Дудсава Мамака Пандава Страйва Кема Курбата Сандра Все очень ясно. Курукхетра это до сих пор Дхармакхетра. В Ведах говорится Курукхетри Дхармам Ачарет Нужно отправиться на Курукхетру и совершать там религиозные ритуалы. Поэтому это является Дхармакхетрой с незапамятных времен. Так зачем нам давать какие-то интерпретации, что вот это Курукхетра значит тело, Дхармакхетра. Зачем сбивать людей с толку? Прекратите этот обман. Курукхетра до сих пор там есть станция железнодорожная. Постарайтесь понять Бхагавадгиту, как она есть, сделайте успешной свою жизнь и распространяйте это послание по всему миру. И вы будете счастливы, и мир будет счастлив. Конечно, сейчас я очень стар, мне 80 лет, моя жизнь уже конец, но я хочу, чтобы какие-то ответственные индийцы в сотрудничестве с людьми из других стран, люди из других стран, они хорошо сотрудничают, иначе я бы не смог распространить это движение. за такой короткий срок, за 7 или 8 лет, проповедовать это движение по всему миру. Мне нужна поддержка со стороны индийцев, особенно молодых людей, образованных людей. Приходите, оставайтесь с нами, изучайте Бхагавадгиту. Нам не нужно ничего придумывать. Ничего придумывать. А что мы можем придумать? Мы все несовершенны. Все, что у нас есть, давайте изучать это и на практике применять в жизни и распространять это послание по всему миру. Такова наша миссия. Так, сегодня очень благоприятный день. С большой трудностью нам сейчас удалось получить разрешение на строительство. Пожалуйста, сотрудничайте в этих усилиях, насколько это возможно, используя свою жизнь, свои слова, свои деньги. Пранайр Артхайр Дхия Вача Шри Ана Вача Ачарана Вам Сада Это миссия человеческой жизни. Все, чем вы владеете. Не нужно думать, что я бедный человек, и я не могу помочь этому движению. Нет. Если у вас есть жизнь, посвятите свою жизнь. Это величайшее совершенство. Если вы не можете посвятить свою жизнь, дайте каких-то денег. Если вы бедный человек, не можете дать денег. Задействуйте свой разум. Если же вы глупы, то посвятите свои слова. Так или иначе, вы можете помогать этому движению и совершать эту благотворительную деятельность для Индии и за пределами Индии. Такова моя просьба. Я приветствую вас. Сегодня, конечно же, Икадаши. В основном мы постимся. Какой-то прасад будет раздаваться. Но вопрос не в прасаде. Это смысл важной деятельности, за которую мы взялись, за распространение движения сознания Бога. Иначе вы никогда не будете счастливы, если вы будете пребывать в материальном сознании. Материальная цивилизация — это половое желание. Женщина охотится за мужчиной, мужчина охотится за женщиной. И как только они соединяются, им необходима гриха, квартира, гриха кшетра — земля, гриха кшетра — сута, дети, друзья, деньги и мохо — иллюзия, ахамамаметти — это я, это мое. Такова материальная цивилизация. Но человеческая жизнь не предназначена для этого. Итак, изучайте. Сейчас у нас достаточно книг. Наши книги нетрудно изучать. Мы привели английский перевод. Любой образованный человек знает английский язык. И мы переведем эти книги на хинди, на гуджаратский язык, на все другие языки. Наши друзья уже начали перевод. Так что нет недостатков знаний. Пожалуйста, переходите сюда по крайней мере раз в неделю, изучайте все эти книги. Постарайтесь постичь философию жизни и распространять ее по всему миру. Такова миссия Барата Варши. Это движение Пару Пакара. Мы совершаем благотворительную деятельность для других, а не как кошки и собаки. Просто заработать денег и создать чувства. Не для этого человек живет. Человек живет ради Пару Пакары. Люди в невежестве, без знания о Боге, без идеала в жизни. Они лишь работают как кошки, собаки и свиньи. Им нужны знания. Человеческая жизнь это возможность получить такие знания. И этот центр дает эти знания человеческому обществу, чтобы люди действительно стали людьми и сделали свою жизнь успешной. Спасибо большое.